Спустя сутки после первых мощных толчков в Турции растет число жертв землетрясения. По последним данным, погибли не менее 29 человек. Более тысячи пострадали. Свыше 30 домов разрушены. В провинциях Ильязык и Малатья остаются завалы, под которыми могли оказаться люди. В субботу зоны бедствия посетил президент Турции Раджеп Таип Эрдоган. Он пообещал, что тем, кто остался без крова, окажут необходимую помощь. При этом глава государства призвал граждан не верить в сообщения о том, что власти не были готовы к чрезвычайным ситуациям такого масштаба. К спасательным работам привлечены более двух с половиной тысяч человек. Родственники и соседи, пропавших без вести, надеются, что многих еще удастся спасти, несмотря на ночные заморозки. Мы успели выбежать, но вот остальные невозможно объяснить. Мы были очень напуганы, очень. У меня нет слов. Они были дома. После землетрясения мы не могли связаться с ними, ни дозвониться, ни поговорить. Телефоны звонят последние два часа. Они ответили лишь один раз, но не могли разговаривать. После этого больше ни разу не подходили. Больше телефоны не звонят. В пятницу и субботу в Турции были зафиксированы несколько сот подземных толчков. Эпицентр самого мощного из них, магнитудой 6,8, находился в районе города Даганьол на востоке страны.